Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня я прочитаю вам лекцию про Гастона Башляра. Вот, собственно, Гастон Башляр, известный французский философ и искусствовед. Известен также знакомством, собственно, с Юнгом и так далее, так далее. Но мы сейчас обсудим его учение о стихийном воображении, которое непосредственно в том числе связано и с греческой теорией воображения. Начнем. Вот Гастон Башляр, вот его изображение, запомните. Такс. Начнем с того, что воображение по Гастону Башляру это способность творить образы, выходящие за пределы реальности, но воспевающие реальность. А в сущности это сверхчеловеческая способность. А стихии это как раз такие образы, которыми реальность и воспевается, но которыми она в том числе и превозмогается. Такс. Вот. Надо следовать за образами, пишет Гастон Башляр, которые рождаются в нас самих, живут в наших грезах. Следовать за образами, заряженными из обильной и плотной анерической материи, дающей неисчерпаемую пищу материальному воображению. А многие могут не знать слово «анерический», ну это связано и со сновидениями, в общем. Грезы, грезы, сновидения. Вот оно. Про это пишет Гастон Башляр. Такс. В таком случае, исходя из наших первичных стихийных образов, люди сообразуют всю свою жизнь. Гастон Башляр пишет «Без греха нет амбивалентности, а без амбивалентности нет грез». Ну, по сути, для него есть два мира. Мир реальный и мир воображаемый. Притом подлинное воображение, подобно триадам Гегеля, перерастает себя через свою же противоположность, то есть через реальность. С другой стороны, Гастон Башляр пишет «Четыре типа стихий в сути четыре различных типа вызова, четыре типа гнева». И сейчас мы постепенно подходим к тому, к тому, ради чего все это замышлялось, концепции стихийного воображения. Начнем, пожалуй, с того, что они отражают не только гнев, стихия отражает и тот подход, с помощью которого необходимо сражаться с миром, взаимодействовать с ним. Гастон Башляр считал, что человек в такой же степени мыслящее существо, как и грезище. Более того, он подчеркивает доминирующий характер воображения над восприятием и даже мышлением. В общем-то, это все тут очень интересно на самом деле. Для Гастона Башляра, вот следующая фраза, которую можно записать даже, «Реальность создана для того, чтобы фиксировать наши грезы». Да, вот вступительная часть лекции тем самым закончена. Вот приблизительные взгляды Гастона Башляра про воображение. Теперь рассмотрим конкретно тексты из его пентологии. В общем-то, он написал пять книг про разные стихи внутри воображения. Да, очень интересная концепция. А, и первой из этих книг стала вот эта вот книжка «Психоанализ огня». Да, в общем-то, первой книгой, полностью посвященной стихиям, в творчестве Гастона Башляра стала работа «Психоанализ огня». В этой книге он закладывает фундамент для психоаналитического разбора стихийного воображения. Автор пишет, что воображение без конца возвращается к исходным темам. И это тема стихий. Огонь, пишет Гастон Башляр, противоречив. И поэтому это одно из универсальных начал объяснения мира. Он вырывается из недр вещества наружу. Так, вот. Огонь, сияние рая и пекло преисподней, ласка и пытка. Огонь рассматривается как начало, при том как противоречивое начало. Он греет и обжигает. Он разогревает еду, и с помощью него куется металл. Он и любовь, и гнев. Огонь предстает перед нами в различных своих воплощениях, заключая в себе сущность изменчивости и диалектичности. В общем-то, вот следите за всеми этими образами, которые проявляются в моей попытке как бы следовать за Гастоном Башляром. Дело в том, что он так вот и трактует вот эти вот понятия. Огонь, вода, земля, воздух. Все эти стихии связаны с определенными эмоциями, чувствами, с психикой человека. Причем у каждого человека может быть максимум две стихии по Гастону Башляру. Ну, обычно одна. Есть даже поэты, он, в общем-то, тем специализируется, что разделяет поэтов, творцов и даже некоторых философов по стихиям. То есть, вот, мол, есть человек, например, Ницше, в его мировоззрении по Гастону Башляру преобладает стихия воздуха, например, и он объясняет, почему это так. В общем-то, получается своеобразная психология воображения, психоанализ даже воображения, который включает в себя именно образы, с помощью которых воображение само по себе и работает. Ну, то есть, очевидно, что воображение апеллирует к образам стихий уже с самой древности. И это специфично для нескольких культур, как минимум. То есть, очень мало, что специфично сразу для нескольких культур. Апелляция к стихиям, к определенному их количеству, либо к четырем, как это было в Греции или в Индии. Ну, в тех же Греции или Индии это по-разному было, я вам все тут уже рассказывал. Либо к пяти, как это было в Китае. То есть, ну, Гастон Башляра, соответственно, опирается на греческую концепцию, согласно которой, в общем-то, существует четыре стихии. Огонь, вода, земля и воздух. И все это по Гастону Башляру существует в воображении. Но вернемся к огню. Огню не свойственно однообразие водного потока, ведь он растет и меняется. Так, вот фраза, которую стоит тоже запомнить. В огне сливается любовь и смерть. Смерть же умирающего в огне не одинокая смерть. Это смерть всей вселенной вместе с ним. Смерть в воде, в воздухе, в земле это совершенно другие типы смерти. Они осмысляются иначе. Кстати, опять же, у меня возникают всякие кондотации с видами погребения людей. Кто-то закапывает людей, в общем-то, под землю, кто-то оставляет их лежать в поле, чтобы их склевали коршуны, например. Кто-то бросает трупы в воду, кто-то сжигает, в общем. По стихиям даже можно разделить вот такие вот аспекты интересные. Да, и очевидно, что смерть в воде, в воздухе, в земле это совершенно разные типы смерти. В воде мы тонем, нам становится тяжело, дыхание спирается, не очень приятно. Смерть в воздухе, может быть, даже от недостатка воздуха, скорее, можно сказать, очень похоже на смерть в воде, только с меньшим давлением. Смерть в земле, ну, тоже такая себе смерть. И все, что связано со смертями в этих трех стихиях, оно такое более тяжелое. В огне это сгорание, совмещенное с очищением. Так, продолжаем. Башляр часто подчеркивает сексуальный характер огня, раскрывающий себя, к примеру, в трении, необходимым для того, чтобы вызвать... Ну да, когда мы разводим костер, мы трем палку, 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 палку трем, и искра появляется, и все загорается. Вот. Игры с огнем башляру подавляют сексуальным играм. То, что обжигал огонь, утратило невинность. То есть, часто мыслитель возвращается к образам поглощения. А, кстати, относительно, да, невинности, это тоже интересно. Насколько я помню, он использует в своей книге в этой психоадалии с огня образ ребенка, который, в общем-то, играет со спичками, что-то поджигает, и в итоге обжигается огонь, и посредством этого теряет невинность. В своеобразном, в образном смысле, в смысле воображаемом, а не в самом прямом. Да. Огонь поглощает все на своем пути, он ненасытен. У огня есть еще одно свойство. Огнем делятся. Например, любовь, это не что иное, как огонь, которым необходимо поделиться. То есть, когда, да, Башляр трактует любовь через концепцию огня, ну, то есть, люди, которым свойственна стихия огня, им свойственна, в общем-то, любовь. И они стремятся этой любовью делиться, как передача от факела к факелу. Вот так вот, огонь также передается, и так еще, еще дальше, еще, и так до бесконечности. Вот. И здесь мы, конечно же, встречаемся с комплексом Прометей, о котором он пишет. Башляр выводит своеобразные комплексы, ну, видимо, наподобие, в общем-то, психоаналитиков. У него в данном случае получается очень своеобразная система, крайне своеобразная. И, соответственно, у каждой стихии есть свои комплексы какие-то. Вместо комплекса Этипа, например, очень известного, Гастон Башляр вводит комплекс Прометея. Да, человека, которому хочется поделиться огнем, даже во вред себе. Комплекс Прометея – это комплекс огня, который делится, который готов испытывать муки за то, чтобы делиться. В общем-то, вот такой интересный комплекс, который Башляр выводит в психологии, в общем-то, человека. Кроме того, огонь, безусловно, очищает. Да, сразу вспоминаются инквизицы, горящие ведьмы и так далее, так далее, так далее. Безусловно, их сжигали тоже ради очищения. Ну, и, конечно, в огне человек сгорает полностью. От него остается очень мало всего, горстка пепла. Очень чистый способ избавления от тела, между прочим. А огонь очищает, в том числе, и через возрождение. Образ огня постоянно связывается, в общем-то, с неким возрождением. И здесь у нас, опять же, проявляется миф феникса. А вода, например, смывает с нас грязь, очищает кожу. Ну, вот аспект очищения воды, он вот такой. А огонь очищает, сжигая кожу. И потом она уже возрождается. Да. Вот и получается, что мы возрождаемся из пепла, подобно самому же огню. Наш огонь убывает, пожирая нашу плоть, но искра снова зажжет его. Да, Гастет Башляр очень образный. Его трактовка воображения крайне образная. И вот человек, который живет в стихии огня, он вот такой вот огненный человек, который хочет делиться своей любовью. В общем-то, типичный сангвиник, как можно сказать, да. Да, кстати, заранее обращу ваше внимание на то, что теория темпераментов, которые восходят еще к известному врачу Гиппократу, она очевидно соотносится с четырьмя стихиями. Да, определенно соотносится. Сангвиники – это огонь, холерики – это воздух, меланхолики – это вода и флегматики – это земля. Ну, то есть, это как бы очевидно следует из самой теории, это все понятно, и очевидно, что сами древние врачи устанавливали такую же взаимосвязь, потому что теория стихий в древности была крайне важной. Следующая книга – Гастон Башляр «Вода и грезы». А, на этот раз Гастон Башляр, как вы можете увидеть, переключился с чистого такого психоанализа. Да, он не решил написать психоанализ воды. И этот психоанализ вот действительно отошел. Первая книга Гастона Башляра «Психоанализ огня» действительно имеет колоссальное количество апелляций к психоанализу непосредственно. Тут и тема сексуальности раскрывается, тут и раскрываются различные темы, в том числе большой акцент делается на комплексы. Хотя в «Воде и грезах» тоже будут комплексы. Так вот, все это крайне примечательно. И в этой книжке, на мой взгляд, Гастон Башляр уже подальше отходит от парадигма психоанализа. И вот эта книжка является одной из самых интересных во всей пентологии. Хотя я не являюсь поклонником как таковой воды, но я серьезно признаю, что очень сильно. Вода субстанциональна. Она поистине переходящая стихия. Изменения воды отличаются от изменения огня. Вода недвойственна по своей сути. Вода – это вечное головокружение. Это ежеминутная смерть. Вообще очень интересные образы здесь появляются именно в контексте воображения воды. А для людей, которым присуща стихия воды, характерна ежедневная будничная смерть. Я чувствую, сейчас многие узнали себя, когда услышали вот эту фразу. Мучения воды безграничны. А смерть воды продолжительна и мучительна. Гастон Башляр наиболее акцентированно ставит вопрос о смерти именно в книге о воде. Вода – стихия смерти, стихия ночи, стихия отражения. Вода – олицетворение отражения. Гастон Башляр писал. Весь мир каким-то образом тронут нарциссизмом. Мир хочет себя видеть. И видит он себя в отражении воды. Огонь, земля и воздух не отражают, но отражаются. Ну, вообще с воздухом там немножко посложнее, конечно. Потом мы узнаем тоже комплекс нарциссизма в воздухе. Мы тоже увидим, связан он именно с образом неба. Непосредственно небо. Небо как зеркало. А здесь вода как зеркало. И вот получается изначально, что весь мир находит себя в зеркале вод. Вообще образ зеркала, он будет несколько по-разному трактоваться в контексте философии воображения воды и контексте философии воображения воздуха. Так вот, перейдем к образу тяжелой воды, которую Башляр объединяет с фигурой Эдгара По. А всякая первозданная вода должна омрачняться, впитывать черные страдания. Вода отяжеляет себя и все вокруг. Вода впитывается в материю, делает ее медленнее, связывает ее. Этот образ воды характерен для поэзии По. Именно здесь Гастон Башляр заостряет проблему смерти. Ведь всякая живая вода, эта вода готовая умереть. А сверцая воду, мы растворяемся, умираем. А вода удваивает мир и самого грязовица, того, кто видит грезы. А мы становимся двойственными, но не такими, как в огне. Огонь сам себе противоречив, пусть он и снимает противоречия. Вода же отражает, удваивает, не создавая противоречий. Вот какая интересная концепция. Это все практически выписано, в общем-то, из книг. Вот эти вот все фразы, так или иначе, связанные с текстом Гастона Башляра. Это действительно очень интересная концепция воображения. Вода впитывает тени, впитывает тьму, впитывает ночь. Ну, может быть, вы видели ночью воду, какая она темная, какая она такая страшная. А, да, какая она тяжелая. Она тяжелеет под грузом тени. Являясь материальной опорой смерти, вода отягощает ее. Но она не просто отягощает, но и обогащает. Гастон Башляр пишет, обогащающийся тяжелеет. А вода богата отражениями и тенями, поэтому она тяжела. Кроме того, вода – материальная основа смерти. А вода отражает, затемняет, утяжеляет и умирает. Вода дает урок неподвижной смерти, которая противоположна смерти огненной, основанной на самосжигании. Вода живет тяжелой смертью, заполненной тенями и отражениями. Кстати, здесь Гастон Башляр упоминает непосредственно комплекс Офелии. Ну, известно, почему она связана с водой и смертью. В общем, да, интересно. Гастон Башляр рассматривает путешествия, и в частности мореплавание, как смерть, что он отчетливо соотносит с комплексом Харона. А вот еще один комплекс. А морской герой – герой смерти. И автор задается вопросом, не была ли смерти первым мореплавателем? Так вспомним, что один из семи мудрецов известных, Анахарсис, говорил, что корабельные доски толщиной в четыре пальца. Это, в общем-то, вот этот факт, что корабельные доски имеют толщину в четыре пальца, означает, что все корабельщики пыловут на четыре пальца от смерти. Да, Анахарсис был очень позитивным пилосом. Да, но плавать он крайне боялся. И поэтому написал нечто подобное. Путешествие – это смерть, продолжает Гастон Башляр. Ну, поэтому с комплексом Харона связано. Харон, смерть, река, Стикс. В общем-то, вот здесь, когда мы рассматриваем философию Гастона Башляра, нужно уметь видеть отсылки. Отсылки к культуре, отсылки к обществу, отсылки к каким-то вот таким вот важным вещам, который существует в нашем культурном мире, в том числе в поэзии. Так вот, и автор завершает. Все реки впадают в реку мертвых. Тот, кто играет с огнем, хочет сгореть, хочет сжечь других. А тот, кто представляет собой воду, жаждет юной и прекрасной смерти, смерти в цвету, смерти в жизненных и литературных драмах. Офелия, да. А вода плачет со всеми. Преодолев тяжесть и темноту, мы переходим к ее очистительным свойствам. Вода смывает боль, исцеляет, промывает человека до самых глубин. В отличие от огня, она не сжигает его. Во время очищения, конечно же, да. Вода оставляет человеку душу, смывая с него все грехи. А огонь, наоборот, он сжигает все, сжигает вашу душу и тем самым очищает. А именно поэтому вода олицетворяет источник молодости, исцеления и воплощает в себе еще одну разновидность грез о возрождении. Смерть, возрождение, да. Все это очень близко. Именно воображение. Самое главное, заметьте, все, что происходит здесь, здесь не идет речь о чем-то реальном. Это вам не Аристотель, это вам не какой-нибудь досократик, который говорит, вот стихии реальны и из стихии состоит мир. Нет. Гастон Башляр делает более тонкое утверждение. Вообще он возрождает дискурс о стихиях в довольно-таки таком интересном контексте, в контексте именно воображения. А кто будет спорить, что люди воображают стихии? По-моему, это нелепый был бы спор. И особенно культурные исследования, вообще, действительно, очень редко так попадается, что во многих культурах имеется какой-либо дискурс, и он очень хорошо развит. Стихийный дискурс развит почти везде, и с самой древности он был одним из первых. Вот из этого получается такая концепция, которая, правда, теперь не относится к реальности. То есть мы не говорим о реальном огне, о реальной воде, воздухе и земле. Мы говорим о стихиях внутри воображения. И о том, что стихии внутри воображения занимают очень важное положение. Да. А после Башляр переходит к разбору необузданности воды, где рассматривается борьба человека и мира, пловца и океана. Битва с водой, битва с неизвестностью, прыжок в воду всегда прыжок в неизвестность. Стоит заметить, что с вещами сражаются точно так же, как и с людьми. Поэтому каждый, кто бросил вызов океану, должен быть готов к отпору, притом к соразмерному отпору. В общем-то, да, когда мы стучим ручками по океану, он довольно-таки плотный получается. Вода вообще довольно плотная, если бы по ней так плоско стучали. Да. Потрясающе. Вообще, концепция Гастода Башляра очень красивая, и он в своей пентологии... Вот почитайте все эти книги, он очень хорошо все это описывает, очень потрясающе. И самое главное, спорить с ним довольно-таки сложно, потому что он не допускает ошибок, потому что работает с воображением, именно работает с воображением. А тут допустить ошибку довольно трудно, и поэтому многие концепты, связанные с воображением, они просто спорные. Концепция Башляра, да, она смотрится спорной, что вот стихи являются основанием нашего воображения. Каким-либо основанием, не важно. Так вот. Ну, эта концепция очень красива. Действительно, прочитайте, вот слог, вчитайтесь Гастода Башляра, это не просто философия, это нечто между философией, поэзией и даже прозой такой красивой. Все хорошо там умещается. Гастон Башляр сам тот еще поэт стихий. Да, перейдем к следующей книге. Абсолютно отвратительная обложка у нее. Гастон Башляр. Грезы о воздухе. Обложка ужасная. Дальше уже пойдут ужасные обложки, да, потому что переводов было меньше, и, видимо, люди, которые работали над обложками, становились все хуже и хуже. Следующая стихия – воздух. Она рассматривается в книге «Грезы о воздухе». Двоеточие – опыт о воображении движения. Всякую стихию мы воображаем в особом динамизме. Воздух же по своей анерической природе можно назвать квинтэссенцией этого самого динамизма. Воздух – это всегда динамика, потому что он и может восприниматься только в некоторой динамике. Грезы воздуха всегда связаны с движением. Ну, то есть, это грезы полета, например, падения, грезы дыхания, грезы ветра. Мы можем вообразить неподвижную воду, неподвижную землю, можем даже вообразить неподвижный огонь. А вот как мы вообразим воздух без движения? Без движения воздух теряет свою тактильность, а потому становится безразличен воображению. То есть, мы никак не можем его представить вне движения. Ну, торнадо может быть. Ладно, допустим, торнадо. Это торнадо, когда мы видим, как воздух что-то поднимает вверх. Но это торнадо и есть движение. Мы можем представить себе неподвижное торнадо, конечно же. Но только за счет того, что в торнадо включены другие какие-то элементы, кроме воздуха. Да. Невозможно разработать психологию воображения посредством статических форм. Так считает Гастон Башляр. Это многократно подчеркивается аниризмом вечно движущегося воздуха. Первым делом Гастон Башляр переходит к грезам полета. В частности, разбирая проблему крыльев. Через проблему крыльев он подвергает критике рационализацию сна. Мыслитель утверждает, что после сна мы рационализируем то, что увидели. В частности, это относится к рационализации полета через крылья. Ну, то есть, на самом деле, когда мы спим, обычно никаких крыльев у нас за спиной нет. Мы их даже себе не представляем. А потом, когда просыпаемся, мы такие... Ну, летал, летал, а значит крылья у меня были. Как бы делаем вывод. Делаем такую рационализацию, которая на самом деле с ней не имеет никакого отношения. Такс. И вот по этому поводу Гастон Башляр писал стата. В мире грез не потому летают, что имеют крылья, а потому считают себя крылатыми, что летают. Да. И, кстати, такова формула рационализации. После фантазии и снов мы переосмысляем их, используем различные эмпирические данные и нашу рациональность. Полет чаще всего ассоциируется с птицами, и если человек летит во сне, а он обычно не оглядывается, не смотрит на свою спину, то во время рационализации он может додумать себе крылья, просто потому, что это логично, это наблюдаемо в реальном мире. Но во сне, как бы это парадоксально не звучало, большие красивые крылья только мешают летать. Вероятно, они отвлекают внимание от полета. Любая непосредственная воздушная греза стремится к очищению, к удалению всего лишнего. Грязовидец воздух летит, уподобляясь ветру. Птица же всегда остается материальной, подчиняющейся ветру. Потом Гастон Башляр касается темы падения. Она подчеркивает, что в поэзии куда больше метафор падения, нежели вознесения, потому что страх падения – это первострах, считает Гастон Башляр. Мы же в очередной раз отметим вертикальный характер данного типа движения. Гастон Башляр, правда, подчеркивает бедность образов падения. Он уверяет, что в воображении доминируют образы полета. Он говорит, что в царстве образа все растет. Именно поэтому мыслитель рассматривает воображение падения, как своего рода болезнь, да, воображение подъема, как незабываемую тоску по высоте. Ну, то есть мы падаем, потому что хотим лететь. Мое падение создает бездну, а вовсе не бездна причина моего падения. Но не стоит забывать и об известной поэтической теме падения вверх. Попытки достигнуть вершины посредством ускоряющегося движения, похожего на падение, но оно только идет вверх при этом. После рассмотрения образа падения и трудов Дезуайля, Гастон Башляр переходит к изучению творчества личности Ницше, которого он относит к грязовицам, прилежащим к воздушной стихии. Фридрих Эльгельм Ницше, поэт вертикали, поэт вершин. Рыхлая земля для него объект отвращения. Он презирает спящие воды, и вода у него неакватична. Даже дождь его воздушен. Ну и даже огонь у Фридриха Ницше не субстанция, но сила. Вспышка молнии, а значит проекция гнева. Ну и молния, это небесный огонь, небо образ воздуха. И тогда уже у Гастона Башляра все складывается в этом смысле. И воображение его. Он не молится, подобно нежен компузатому идолу огня. Его огонь желает холода. Холод, кстати, образ воздуха. В этом огне смешивается тепло и холод. У него даже холодное солнце. Фридрих Эльгельм Ницше не поэт материи, а поэт действия. И как мы раньше разобрали, действие ярче всего проявляет себя в стихии воздуха. Особенно если речь идет о свободном действии. Воздух для Ниши преодоленная материя. Да, очень интересно. Потому что Ницше часто рассуждает об утяжелении. Есть несколько афоризмов, которые посвящены теме утяжеления. Вот что-то стало тяжело. Он там память забил с какой-то ерундой. И все это надо бросить. Выбросить. Выбросить в океан, чтобы все это утонуло к чертям. Но при этом это трактуется не как образ воды, а как образ воздуха. Потому что Ницше пытается освободиться от чего-то. Избавиться. В общем-то стать свободней от этого. А не сделать себе тяжелее при этом. Да. Холод, безмолвие и высота. Вот три корня одной и той же субстанции. Подрезать один корень означает уничтожить жизнь Ницше. Корня можно добавить еще и легкость. И во Фридрих Ницше побеждает еще и демона тяжести. Все тяжелое чуждо этому мыслителю. Он бросает свои тяжелые воспоминания в море, чтобы оно навсегда затянуло их. Ницше стремится к забвению всего тяжелого и обременяющего. Вспомним и ницшанское дерево, которое ветвями стремится к добру и свету, но корни его все глубже проникают ко дну. Козлу. Да. Оно динамично. Притом динамично по вертикали. Рост сопровождается углублением. А взлет падением. Дерево Ницше является связующим звеном между землей и небом. Добро фонтанирует и зла. И здесь стоит перейти к мотиву наступления. Кстати, заметим, что эта трактовка Гастона Башляра не моя. Я здесь просто рассказываю о его прекрасной концепции, интересной, и как он все это интересно трактует. Да. Но это действительно очень красиво и очень занимательно. Далее мы рассмотрим такое явление, как нарциссизм воздушной стихии. Ведь нарцисс воздушной стихии глядит в голубое небо и находит там свое отражение. Гастон Башляр обращает внимание на то, что звездное небо полно взглядами. Ведь в царстве воображения все, что блестит, становится взглядом. Яростный ветер же, в представлении Гастона Башляра, представляет собой символ чистого гнева. Вообще, большая часть образов воздуха привязана к холерическому темпераменту. Ветер продумывается Гастоном Башляром через понятие вихря, как чистейшего гнева. Но гнев стихает. Ветер возбуждается и впадает в уныние, а книстоство переходит в подавленности. Здесь же Гастон Башляр разбирает образ эриней, который подобно ветру объединяет в себе последующие, преследующие и преследуемые, подчеркивая, что крайне велико несчастье, которое приносит ветер. Ветер объединяет кроткость и нистоство, чистоту и вред. Цитата. Таким образом, получается, что воздух объединяет в себе многие грани динамизма. Это и холодный динамизм, и теплый, и даже благоухающий. Это незримый динамизм. Чистое движение, невоспринимаемое воображением, как движение материи. Чем чище воздух, тем меньше в нем материи. Воздух несет, поднимает, опускает. Мало что может лучше изобразить деятельность воздуха, чем высокогорная рыбалка. Да, то есть, когда человек сидит в горных высях и рыбачит. Это чисто анерическая вещь, чисто и нематериальная. Сидеть на вершине горы и ловить рыбу в небе. То есть, да, сидеть с удочкой на вершине горы и при этом ничего не ловить, по сути ведь. Такой замечательный образ. А вот прекрасная картина. Картина прекрасна, просто замечательна. А вот такие книжки у нас существуют. Следующие две книги из пентологии посвящены земле. Ну, стихи земли. Они называются «Земля и грезы воли» и «Земля и грезы о покое». Начнем с того, что воображение земли материально. Ну, самое материальное воображение из всех получается. Диалектика твердого и мягкого повелевает всеми образами, составленными нами о сокровенной материи вещей. Твердый и мягкий эпитеты сопротивления, ощущаемого при касании. Кроме того, мы применяем нашу волю против вещей, когда с ними взаимодействуем и особенно, когда их обрабатываем. Материя открывает нам наши силы. Поэтому, ну, потому что мы стремимся победить ее. В книге «Земля и грезы воли» Гастон Башляр касается концепции активного одиночества и пишет. В активном одиночестве человек стремится рыть ямы, долбить камень, резать древесину. Он стремится обрабатывать материю, преображать ее. А в таком случае человек – это уже не просто философ, глядящий на Вселенную, но неутомимая сила. Противляющаяся Вселенной, противящаяся субстанции вещей. Именно поэтому Гастон Башляр приступает к исследованию воли, к труду. Труд помещает труженика в центр мироздания, а не общество. Труженик – субъект воли земли. Но для реализации этой воли ему нужны инструменты. Гастон Башляр пишет. Оружие труда предоставляет агрессии будущее. Агрессия – это воля человека, направленная к и против материи. Дело в том, что такая воля, когда она направлена на материю, являет собой именно агрессию и выступает против этой же самой агрессии. Использует ее, подчиняет, разрушает, видоизменяет и приспособляет. И в этом смысле мы можем говорить о грезах, о чарующем труде, о работе, открывающей перспективы воли. Даже сизиф, комплекс сизифа, упершись в свой булыжник, представляет собой образ реальной борьбы против реального объекта. Далее Гастон Башляр рассматривает образ твердости. Жесткая материя разбирается через образ скрученного дерева со сплетающимися волокнами. Дерево, олицетворяющее твердость, непоколебимо. И через такое дерево грезящий обретает стойкость. После мыслитель затрагивает тему теста и указывает на то, что воображаемое тесто является смесью земли и воды. Также, кстати, и грязь является смесью земли и воды. Потом совершается переход к обсуждению мягкой материи, в частности грязи, дегтя, глины и прочих. Философ подчеркивает возможность этих субстанций к изменению. Далее Гастон Башляр переходит к теме железа и кузнеца. Называя железный век и веком кузнеца. В кузнице всех крупных размеров, и молот, и клещи, и мехи, все дышит мощью, даже в состоянии покоя. Кузница служит одним из главных образов материальной воли земли. Во второй части книги Гастон Башляр обращается к образу скалы. Великий грязовидец видит небо на земле. Небо мертвенно-бледное. Небо обрушившееся. Нагромождение скал отвечает на все угрозы грозового неба. Сравнение скал и неба заканчивается, правда, пожиранием зубами пиков небесного пространства, гроз и бурь. После начинается разбор грез об окаменении. И мы, конечно, касаемся комплекса медузы-горгоны. А после образа превращения статую в живое существо. Образ металла трактуется Гастоном Башляром как нечто самое твердое, что мы встречаем в нашем опыте. Кроме того, металл еще и холоден. Холод. Изначальное свойство металла. Тепло привносится в него извне. Металл – материя тотального сопротивления. В нем есть все, чтобы ранить, резать, колоть. В металле и минералах содержится энергия рудников. Говоря о кристаллах, Гастон Башляр пишет. В кристаллическом камне грезят огонь, вода, земля и даже воздух. Кристаллы отражают в себе блек звезд. Они прекрасные, но в них мы находим что-то знакомое. Знакомое в других стихиях, в том числе в земле. При всем этом кристаллы, как и драгоценности, вообще обладают определенной твердостью, что соотносит их со стихией земли. Притом важно отметить, что кристаллы кажутся в нашем воображении тверже металлов. Кристалл возбуждает воспоминания о его прошлом. Кроме того, Гастон Башляр пишет. Нет драгоценного камня, который бы истинно исключительно был земным. В царстве грез кристаллы всегда подвергаются воздействию сопричастности с другими стихиями огню, воздуху и воде. Кристалл же похож на другие типы земли. Он не землист, не темен. Например, сапфир вбирает в себя голубизну неба в сущности воздушного образа. Далее образуется переход росы в жемчуг, становление воды землей. Материя земли делает нас тверже, неподвижнее. Хотя ее могут двигать, ее могут изменять. Но у нас есть определенная твердость, сила сопротивления. Многие действия, например, не возьмут камень. Материальное воображение сохраняет свои конкретные ценности. Кроме того, сопротивляясь легкости воздуха, земля, образ тяжести, а тяжесть условия падения. Тяжесть земли создает условия для движения по вертикали. Кстати, относительно того, почему Аристотель думал, что предметы, чем они тяжелее, тем они быстрее падают. Возможно поэтому. То есть здесь явно в концепции Гастона-Башляра имеется отсылка к этому. Почему Аристотель ошибся? Почему он не решил проверить это на опыте? Почему он был уверен, что предметы чем тяжелее, тем они быстрее падают? Во-первых, да, конечно, отчасти это видно из опыта, что более там предметы, которым воздух не оказывает сопротивления, в общем-то, они обычно твердые все. И воздух им поэтому меньше сопротивления оказывает, и они быстрее падают. Аристотель может быть вот поэтому сделал вывод. Но в том числе, вероятно. А с этим, с этой ошибкой Аристотеля связаны некоторые наши предустановки внутри воображения. Ну, то есть непосредственно мы, люди, в познании используем воображение всегда. Неважно, в какой дисциплине, в религии, в философии, в науке, всегда используется воображение. Ну вот Гастон-Башляр, можно сказать, таким вот нехитрым образом отвечает на очень важный поздавательный вопрос. Хотя прямо в тексте он об этом не говорит. Я здесь, можно сказать, немножко додумываю. Ух, какая мазня. Следующая книга Гастона-Башляра «Земля и грезы о покое». Да. Но скан, конечно, просто отвратительный. Я не понимаю, кто делал обложки эти, зачем, зачем нужны обложки. Просто на белом фоне напишите. Гастон-Башляр, «Земля и грезы о покое». И все, приемлемо. Разобрав активные свойства земли Гастон-Башляр, уже в новой книге «Земля и грезы о покое», касается вопросов внутренних, глубинных, сокровенных. Он раскрывает глубину земли, бездну материи, лежащую под нашими ногами. Во всяком малом он находит и глубина большое. Образ глубины он усматривает и в образе дома, особенно когда дело касается дома анерического. Притом глубина проявляется не столько в замках и дворцах, которые непрочны, сколько в хижинах, имеющих глубокие корни. Дом сокровенен. И даже дерево может рассматриваться как дом. Одним из ключевых образов глубины и сокровенности является образ всеглотателя. Для того, чтобы раскрыть его, Гастон-Башляр приводит пример Иона, пророка, поглощенного китом. Образ проглатывания и нахождение в чем-то желудке и нередкость для литературы. На этом основании автор приводит еще один комплекс. Комплекс Иона. То есть у нас уже куча комплексов набралось. Комплекс Прометея, комплекс Харона, комплекс Медузы Гаргоны, комплекс Офелии и еще один новый комплекс. Комплекс Иона. Грот, убежище мрака, убежище одиночества. Но и он одновременно с этим шепчет нам, говорит с нами. Голоса грота раздаются из пустоты. Все гроты разговаривают. Отметим и то, что голоса земли говорят с нами только согласными. Грот убежище для одиноких. Ведь для настоящего одиночества нужно избавиться еще и от лишней освещенности. Грот отправляет нас к сокровенному, к глубокому, к одинокому. Теперь перейдем следом за Гастоном Башляром к тематике лабиринта. Поиска. Ну, лабиринт связан с поиском непосредственно. Лабиринт переживается и уже только потом видится. Лабиринт, конечно же, находится внутри. Проникнуть в него можно через небольшую щель. Нить Ариадны это вера в то, что путешественник вернется из лабиринта. Лабиринт. Первое страдание. Страдание детства. Нет сильнейшего одиночества, чем одиночество лабиринтной грезы. Да, опять же, замечу, что все, о чем я сейчас говорю, связано непосредственно с грезами. С воображением, с мечтами, с фантазиями, с грезами. Да. Опять же, ни в коем случае не думайте, что Гастон Башляр пишет здесь о какой-то реальности. Рассмотрев образ лабиринта, Гастон Башляр переходит к образу змеи. Змея наиболее земной из всех животных. Более того, она перемещается не так, как прочие. У нее нет конечности. Она просто скользит, как тень. Кроме того, мы испытываем страх, когда наблюдаем змею. Когда мы встречаемся со змеями, целая родословная предков испытывает страх в нашей смущенной душе. Гастон Башляр сравнивает змею со всей землей. Земля – это змея, свернувшаяся в спираль. В сущности, змея – нечто вроде выпуклого подземелья, живого дополнения к лабиринту. Следующий образ, рассматриваемый мыслителем. Образ корня. Корень есть живая смерть. Подземная жизнь корня – это долгий сон, расслабленная и медленная смерть, но через корень обретается возрождение. А ведь срубленное дерево снова вырастет, если в земле останется корень. Корень служит и опорой, и буравлющей силой. Корень – всегда открытие, ведь грезит о нем чаще, чем видит. Корень – это опрокинутое дерево, дерево подземное. Образ корня прорастает под землю, вплетается в нее. Не странно, что образ корня имеет невероятное количество трактовок и пронизывает многие наши грезы. Греза о глубине следующее за образом корня продлевает свое таинственное обиталище до самого ада. Да, до самого ада. Мы недавно разбирали одного человека, у которого все до самого ада. В общем, врата ада открывались. Вот здесь то же самое. Величественный дуб достигает царства мертвых. В общем-то, мы закончили с книжками о стихиях. Образ корня последний. Там еще, кстати, образ вина был. Да, да, я что-то его пропустил здесь в статьях. Образ вина связан с образом земли. Виноделие на земле происходит непосредственно. Виноград произрастает все, да, и так далее, и так далее, и так далее. Опьяняющая земля получается своеобразная. Которая непосредственно связана с водой, конечно, но у нее есть свои специфические свойства. Вот Гастон Башляр. И попробуем сейчас подвести какие-то итоги по услышанному. Да, стихии. В философии Гастона Башляра пронизывают весь внутренний мир человека. Особенно, если тот принадлежит к одной из них. К примеру, поэтам огня. Необходимое изменение. Горение. Передача огня. Все мысли огненного грязовица пропитаны огненной стихией. Она создает его мир, его характер, его темперамент. И, кстати, Гастон Башляр задает такой вопрос. По-моему, это цитата, конечно же, да. Но не из Гастона Башляра. Гастон Башляр цитирует другого автора, если не ошибаюсь, Парацельца. Скажи мне, кто твоя Химера. Гном, Саламандра, Ундина или Сельфида? Напомню, что Гном это не просто карликовый мужик. Это дух Земли. Да, это не просто маленький карликовый мужик с шапочкой, который сторожит белоснежку. Это просто дух Земли. Это существо, которое обитает в Земле. Кстати, обращусь сразу же, опять же, к Парацельцу. Парацельц рассуждает о гномах, как о существах, которые живут непосредственно в Земле. То есть, они передвигаются в Земле так, как мы передвигаемся в воздухе. На Парацельце так было как бы очевидно, что есть определенные создания, которые могут, в общем-то, жить вот таким вот образом. То есть, птицы, кстати, это такие же существа, как и люди. Ну ладно, сейчас все обсудим постепенно. Так вот, гномы живут в Земле и передвигаются так, как мы в воздухе. А также и рыбы. Рыбы или ундины. Ундины, в том числе, такие, видимо, самые разумные существа в водной стихии. Они передвигаются в воде так же, как мы передвигаемся в воздухе. В воде мы передвигаемся не так же, как в земле. У нас трудности с передвижением в воде у людей, например. Потому что мы существа воздуха. А есть еще более чистые существа воздуха, которые прямо из воздуха и состоят. Это сельфиды. И есть еще саламандры, которые живут в огне, так же, как мы живем в воздухе. Кстати, все животные, которых мы видим, непосредственно на поверхности Земли, птицы в том числе, и мы, люди, это существа воздуха по Парацельцу. Да. Опять же, очень-очень большое количество стихийных коннотаций в истории. Очень-очень крайне богато. Поэтому Гастон Башляр выбрал очень важную, интересную тему. И это все крайне интересно. С одной стороны, мне кажется, что Гастон Башляр все-таки переоценивает важность изучения поэтов. Но данное, вот его исследование именно поэтов, там, я в процессе пересказывания пропустил многих поэтов, о которых он говорил. Так же получилось. Но, однако, Гастон Башляр, он был именно профессионал в этой области. Он больше всего специализировался в поэтах, и поэтому вот такая вот апелляция к поэтам связана с его компетенцией. Да, я думаю, историки философии, в принципе, были бы с ним согласны, если бы он начал приплетать к поэтам еще и безграничное количество различных примеров из философии. Мол, есть философы огня, воздуха, воды, земли и так далее. Ну, в общем, это интересно. Это очень важно. Неудивительно, что квинтэссенция образов собрана в поэзии. Поэты, они более как бы реактивны в этом смысле. Они реагируют на свое воображение, на свой внутренний мир. Собственно, суть поэта заключается в том, чтобы выразить свои внутренние некоторые желания. И когда мы в поэзии обнаруживаем стихийность, ну, это, скорее всего, факт. Факт того, что воображение и стихийность имеют особую роль. Правда, Гастон Башляр подчеркивает, что не все поэты из стихий. То есть, есть какие-то вторичные поэты, которые не апеллируют к первичному воображению. Ну, и это вот такая вот условность философии Башляра, которая заставляет его, в общем-то, признавать, что не все даже известные поэты, не все важные поэты в истории человечества принадлежат к той или иной стихии. Потому что они, по мнению Гастона Башляра, по сути, вторичны. Вторичны по отношению к воображению. Наполняя подход Гастона Башляра, мне хотелось бы сказать, что исследование стихийного воображения следует распространять на прозу, философию, изобразительное искусство и многое другое. Я думаю, можно достать те же самые факты, подтверждающие изложенную высшую теорию из огромного количества сфер, связанных с искусством. А может быть, даже и с наукой. Впрочем, да, кто же это отменял? Вспомним агрегатные состояния, пожалуй. Да, какие агрегатные состояния бывают? Я думаю, вы знаете. Четыре типа агрегатных состояний. И, о боже, у нас существует четыре типа стихий. Непосредственно жидкое агрегатное состояние, парообразное, воздух, воздушное, с воздухом связанное, жидкое, с водой связанное, твердое связанное с землей и плазма. Что же такое плазма? С чем же она связана? С огнем она непосредственно связана. Я думаю, это всем очевидно, кто в школе учился. Ну, то есть, тоже забавно, что в науке использовали стихийные образы, стихийные свойства для описания агрегатных состояний веществ. В общем-то, да, интересно, как воображение у людей работает, воображение у людей, познающих и не познающих и так далее. Единственное, с чем я с Гастоном Башляром, наверное, не согласен, радикально не согласен в описании воображения, это с тем, что он выводит всего-то четыре стихии. Всего-то четыре стихии. Ну, следуя по традиции греков, безусловно, и не только греков, между прочим, Гастон Башляр выводит, что у нас существует всего-то четыре стихии. И пытается, как бы, распространить свои выводы именно на четыре стихии. Вот у нас есть, например, воздух. А что у нас в воздух входит? Так свет еще входит в воздух, а на самом деле и пустота почему-то входит в воздух, чистое ничто, это тоже почему-то в воздух входит. И так далее, и так далее, и так далее. Вот есть множество таких условностей, с которыми Гастон Башляр вынужден работать. И поэтому, например, есть всякого рода промежуточные образы, которым он апеллирует. Например, образ дерева встречается у него не только в грезах воздуха, но и в грезах земли. Он вынужден, как бы, поместить дерево между двумя стихиями и объяснять дерево таким вот странным образом. Ну, бывает, бывает, конечно. Я, например, считаю, что стихий в таком контексте, в контексте воображения, могло бы быть неограниченное количество. Также я считаю, что Гастон Башляр прав, просматривая именно нашу культуру с точки зрения воображения четырех стихий. Потому что в нашей культуре четыре стихии повлияли на развитие всего нашего, в общем-то, мира. И настолько повлияли, что концепции четырех стихий встречаются очень много где. Да, вы возьмите мультики современные, игры, не знаю, все что угодно. Концепция четырех стихий иногда больше, иногда меньше. Но, по-моему, четырех стихий встречается очень часто. Кроме того, давайте тоже рассмотрим карты игральные. Карты игральные, четыре масти, каждая соотносится с стихиями. Можете тоже об этом прочитать в интернете, например, или в каких-то книжках. Вот одно точно так же. У нас вообще имеется очень жесткая привязка именно к четырем стихиям именно в нашей культуре. И Гастон Башляр, безусловно, был автором, который рассматривал европейскую культуру, западную культуру, ну и нашу русскую, просто потому что русская культура часть западной. В общем-то, и получается такая вот интересная модель, которая произрастает из Греции. Греции греческие четыре стихии. Потом она перемещается дальше. Дальше и дальше и дальше идет. И вот Гастон Башляра додумался, что на самом деле все это не просто какие-то глупости, не просто какие-то мифы, как сейчас многие аналитические философы бы это трактовали. Все это стихида, мракобесие, да. А что это на самом деле имеет глубокие корни в нашем воображении. Я бы, например, здесь тоже обдумал многие концепты, многие возможности. Дело в том, что безграничное количество стихий тоже позволяет нам описывать практически все таким же образом. Но тогда что? Что такое стихия получается? Стихия, ну по-моему, например, ну соответственно с Башляром, если будем это соотносить, это некая материя воображения. А что значит материя воображения? Так, какую-нибудь вещь бы взять, взять и показать вам какую-нибудь вещь. Мышка, 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 мышка. Вот она из чего-то состоит. Да, у нее есть определенная материя. Запомните ее, вообразите. Из чего вы вообразили мышку? Да, то есть в вашей голове нет пластика, правильно, из которого стоит мышка? Вы не собрали в голове о вашем воображении вот эту мышку, которую я вам показал из некого пластика, который тоже якобы в вашей голове существует? Нет, это воображаемый пластик. Стихия воображаемого пластика, допустим. Пластмассовый мир победил. И у вас в голове теперь пластмасса. Нет, это не так. Есть некая воображаемая стихия в таком случае. И так можно рассматривать практически любое явление воображения. Особенно если мы оторвемся от концепции Гастона Башляра, которая действительно крайне основательна и крайне важна для нашей культуры. Вряд ли найдутся какие-то примеры, которые смогут повернуть ее в рамках западноевропейской культуры. Нет, скорее нет. Он очень хорошо рассмотрел свою тему, очень хорошо обращался с поэтами, с поэзией. То есть все пять текстов прочитайте, они основательные, они хорошо написаны, они написаны, главное, понятно. Непонятных слов там очень мало для любителя, для начинающего, для человека, занимающегося психоанализом, психоаналитикой, психологией. Это очень полезные тексты, которые, в общем-то, могут вам помочь. Автор именно красив, его стоит прочитать именно красив текстом своим. Уже, по крайней мере, поэтому он достоин прочтения. Неважно, согласны вы с ним или не согласны, концепция интересная, концепция важная, на мой взгляд, и концепция заслуживает, заслуживает вашего внимания. Ха, да, что-то я подустал. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Читайте хорошие книги «Пентологию Кастона Башляра». Все книжки я перечислил. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok